Семья Владимира и Наталия Шинюк Давайте мы их за это поблагодарим И еще раз повторю Пусть беженцы из Украины станут Для Болгарии большим благословением Но может быть не все А те, которые стараются жить по слову И которые находятся под мощной защитой Божьей Сегодня я хочу сказать короткое свидетельство Если так сказать короткую мысль Вот я пришел в церковь Вот вы пришли в церковь Может быть кто-то ходит в церковь уже годами Каждое воскресенье Может быть не каждое воскресенье Может быть каждую среду Может быть каждую пятницу Или всякий пяток Может и каждую субботу А может быть и каждый день Есть церкви такие хорошие, живые Где верующие каждый день собираются Не потому что их заставляют Потому что им хочется собираться Есть большая жажда Есть большое алканье И има голямо желание Вы знаете, вот такое алканье было у нас И такого желания имахме и ни Когда мы с супругой пришли в церковь Ну сперва я пришел Прово я дойдох В 91-м году През 91-го година Потом Наташа пришла в 92-м году И если вы спросите меня И ако ме питате Ну вот я что-то получил Дали получих нещо От того, что я пришел к Богу От того, что я хожу в церковь От того, что я ходя на церковь Знаете, сегодня В песне мы пели И днес в песне пяхме Помните, да Бог воюет за меня Но знаете, Бог Он на самом деле воюет И Господ воюет Но не только за меня Не само за меня Более точно сказать По точно казано Бог воюет за то Че воюет за то вам Что Ему принадлежит То, что Ему может принадлежать Потенциально А по большому счету По голям сметка У Бога даже нет нужды Господь даже няма нужда Воевать Да воюва За свое За своето си Потому что Он всемогущ За чтото Той е всемогущ Он может еще немножко повоевать За твою душу За душата ти Когда еще ты только идешь к Нему Потому что Ему надо тебя приобрести За чтото Той трябва да тебя придуби Правильно, да Отвоевать твою душу Да отвоюва душата ти Вызвали тебя из плена греха Да ты измъкни от плена на греха С какого-то порока От някакъв порок Вот люди приходят сюда Хората идват тук Знаете, я пришел первый раз в церкви Аз когато дойдох за прв път И мне стало страшно Мене стала страх Меня совесть горела Совеста ми гореше Мои мысли горели в огне Мислици ми горяха в огне Я почувствовал Аз го усетих Когда я пришел в живую церковь Когато дойдох в живую церковь Я почувствовал, что совесть Меня обличает Аз усетих, че совеста Мене обличава Я почувствовал, что здесь Святые люди Аз усетих, че тук Има святи хора Не потому, что они хороши Не потому, что они хороши По делам своим Не потому, что правят Добри дела Не только поэтому Не само за това Потому, что они просто Осмелились Поверить в Иисуса Христа Да поверват в Иисус Христос И сохраняют Ему свою верность И пазят верността си к Него Просто вот такие вот Какие есть Такива каквито са Иисус вот Всемогущий И всемогущий Иисус Свят и беспорочный Свят и беспорочный Непрекъснато не умива С святата си кръв И хранит свою церковь И пазит церквата си Без пятна и пороци И я тогда покаялся Я пришел к живому Богу И уже с девяносто первого года Вот так Практически не пропуская И вот до вересей Парвого година Почти не пропуском Редко когда Приходилось пропустить Потому, что много переезжали Пока перебрались Вот в Болгарию Пока в Китае нашли церковь Пока в Южной Корее Нашли свои церкви Пока в Хорватии Нашли церковь В Черногории В Ирландии Мы очень много ездим Много путуваме Пока найдешь Но находили Своих Где бы мы ни находились Там где наш дом Там где наш Небесный Отец И я хочу сказать Что я сегодня получил И что я искал Я искал дом Я нашел то место Где я почувствовал себе Что я дома Почувствовал Что в мое сердце Вошел совершенный мир Невероятное счастье Я стал невероятно счастлив Человек Чуть позже Бог дал мне Невероятно благословенную жену И малко по-късно Господь мне даде Благословенную жену И до днес Мятам Че благословенната Жена Е подарок от Господа У меня благословенный сын Прекрасный Способный Талантлив У меня благословенная дочка Анна Сейчас у меня уже благословенный зять И на этой неделе мы выезжаем К нашим новым родственникам В Молдову Бог нам дал новую машину Бог дал мне новый телефон Я просыпаюсь как-то утром И говорю Наташа В нашей жизни начинается новый рубеж У меня абсолютно все новое Даже ты обновилась Потому что мой внутренний взгляд Обновился Потому что мы обновляемся каждый день В познании нашего Господа Иисус Христос Я благодарен за то, что у нас в Варне В Болгарии Есть единственная церковь Для русскоговорящих Которая официально получила признание В которое человек может прийти И познать живого Бога Который реально что-то может Не просто что-то Он может все И Он обещал нам жизнь И какую жизнь? Жизнь с избытком С избытком Та жизнь, которая вот так Просто преизбыточна Живот какой-то И Бог исполняет свои обещания И Господь исполняет свои обещания Но вы знаете, когда Бог исполняет свои обещания Обаче Почему-то так происходит не со всеми верующими Но только с теми, которые вошли Обаче само с тези, които са влязли В Его Слово В Словото Му Блажен муж Блажен муж Который не ходит на совет на нечестивите Не стоит на пути грешных И не сидит в собрание на развратители И не стоит в собрание на развратители Плод, который приносит во время свое Плод, който е на время И лист, которого не вянет И листит ему не увяхнут Вот так Бог хранит нашу семью В този начин Господь пази нашето семейство Бог дал нам новый дом Он окружил нас со всех сторон И мы все счастливы И не смею счастливы Я думаю, такой должен быть пастор церкви Я верю в то, что Какой поп, такой и приход Будьте вы так же счастливы В нашей церкви Где мы всем радуем И украинцам И русским И корейцам И болгарам И всем нациям Потому что Бог стоит над нас Он не за кого-то И Он не против кого-то Он любит всех Можешь сказать на это Амин? И Он отдал свою душу И Той дал душа Дал единородный Син Чтобы всякий верующий в Него Не погиб Но имел жизнь вечно Сегодня для нас Будет проповедовать И днес за нас Ще проповедва Слава Богу, что не я Слава Богу, что не я Немножко отдохну Малко Наси почина Че си мисли, че и на вас Ви увръзнах вечер И сегодня у нас Эди Кирян Днес ще проповедва Эди Кирян Будет проповедовать на Болгарски С переводом на русский язык Давайте мы поприветствуем Нашего брата Много поздравим АПЛОДИСМЕНТА За то, что мы здесь В этой церкви И въпреки, че говорим на русский И хоть мы и говорим на русском Или на българском Это не имеет значения Словото е одно и също Слово одно и то же Направих си днеска лодка Сегодня сделала себе лодку Защото ще проповедва ми Коя е в твоята лодка Потому что будем проповедовать А том, кто находится в твои лодки Чакай да извади и лодката на Ани Точно и тя направи на лодка Ани тоже Веднага бързай Направи една Живееме Аз си написах Понеже кратко искам да проповедвам Да не се разсеявам Дайте вам кратко и слово Щобо не разсеяват И затова си написах конкретно Какво Господь ми даде Я написал конкретно то, что Господь ми дал Както казах ми Темата е Кой пътува в твоята лодка Как му уже сказали Тема, кто находится в твои лодки Кто плавет в ней Господ е написал Тоест Евангелисти са написали Посланията И Евангелисти са написали послания Новый завет Но той е Боговдъхновен Но оно Боговдъхновлено Да и И интересното е, че Господ има чувство за хумор Интересно то, что Господа есть чувство юмора На двете места, където отбелязано място Където искам да прочитам В обеих местах, къде я отметил Что я хочу прочитать Сегодня я заметил Чи в двете места и в 8 глава И в 22 стих И они в обе 8 глава и 21 стих Еното е 23, другото е 22, но все там Аз ще прочитам това в Лука И там се казва така В 8 глава от 23 стих В 8 глава от 23 стих В един от тези дни И отоложиха се и настана тишина И каза им Къде е вярата ви Учениците влязаха след него Кой стих бишь? В 8 глава от 23 И разликата в две течи В едната лодка влизат в неговата лодка В другата влизат в первом месте Они входят в его лодку А в другата влизат в тяхната си лодка И в другом месте Они заходят в свою лодку Поэтому я сделал две лодки сегодня Одна лодка Иисуса Другая наша лодка Наша лодка не очень стабильна Темата днеска е Кой пътува в твоята лодка? Ни пътуваме в нашата лодка В наше живот И пътуваме по нашия си начин Да, вярващи сме, християни сме Христос живе в нас Но аз си пътувам в моя си път В моя си живот И хори по своите начин И понякога нещата не ми се получават Но Бог е верен вчера, днеска и завинаги Но Господь верен вчера, сегодня и всегда И в време, като това, което живееме сега И времена, как сегодняшние Виждаме морала, как упадок на морала Няма Мы видим просто как мораль исчезает Няма уважение към възрастни хора Към деца, към родителям Не говоря за церквата, говоря за света И да не отивам пълно далече Но всичко това, което се случва днес И то, что сейчас происходит сегодня То е описано в словото, че ще се случи Ито описывается в Библии, что это должно произойти На едно място се казва, че както беше по Ноя в време Така ще бъде и последните дни И в одном месте написано, что как при Ноя В времена Ноя, так же будет и в наши времена И кстати, Ноя тоже вошел в корабль, который называется Кавчег Но я бы не назвала его Кавчега Потому что это был корабль жизни Они все выжили, а все остальные умерли И я бы назвала это корабль жизни Но мы знаем его как Кавчег И знаете ли, аз съм не моряк, но роден съм на морето Я не моряк, но я рожден здесь, в Българии, в Варнии И морской ребенок И знаете ли, че корабите всичките отзади имат И у всех кораблей Не съм специалист Но има перка, която води корабль Така и има кормило, което е малко, но управлява целия корабль И есть руль, который маленький, но он управляет всем кораблем Ноевия корабль нямаше те части У Ноевого корабля не было таких частей И управляваше го Господ Им управлял Господ И този корабль не потъна И этот корабль не утонул Този корабль беше построен от Бог И он не потъна И он не утонул Титаник беше построен от человека Титаник был построен людьми И они сказали, что этот корабль никогда не утонет Вы знаете эту историю Они сказали, что даже Господь не может утопить этот корабль И Господь сказал, ну-ка посмотрим сейчас И корабль утонул Не хочу шутить, но человеческая гордость Она приводит До карва, до гибел К смерти Кой пътва в твоя лодка И кто плавет в твоей лодке Тази малка лодочка, която имаш Маленькая лодочка, которая у нас есть И си ходишь в животица И с которой мы плаваем в нашей жизни И мы говорим себе Я сделаю это Я добьюсь этого Я достигну чего-то И это неплохо Но нам нужно всегда смотреть Есть ли Господь в этом Недавно мне позвонила одна сестра И сказала мне, пожалуйста, молись за меня У меня дела не очень идут Молю се, постя Цял день съм с Господа Вошел в пост Весь день находился с Богом Но что-то не получается Я спрашиваю у нее Может быть Есть ли Божия воля на этом За то, что мы молимся И дали това не е човешкото ти желание Да постигнешь неща И да искренешь развети на Бог Да ти исполни мечтите Разбирайте какво говоря Когато не е волята Божия в животите И ты си правишь това, което ти искаш И ты делаешь то, что ты хочешь Не от сердца, а от разума Нещата не се получават Тогда вещи дела не идут хорошо И мы начинаем страдать Я искам да намекна и да кажа И хочу намекнуть вам и сказать Много християни са възпитани в това Евангелие Которая названа просперитетна Евангелие Я тоже был в нем Но Святой Дух меня толкнул И я из вот этой лодочки перешел в другую Я не хочу сказать, что это плохо Делать то, что Господь тебе дал Верить и исполнять это Но делаешь ли ты это Божьими путями И есть ли Господь во всем этом И се замислих така Как много христиани Излизат от церкви христиани Бевята Млади христиани Разочаровани излизат И утиват в света обратно И возвращаются обратно в мир Защо? Защото не се получават нещата За които молят Защото сеги научили, че всичко е да и амин Така казва словото Но словото казва, че ще е амин из питания Но слово говорите и о том, что у нас будат изпытания Дори в Яков, още в първата глава В този стих се казва В Якове в первой главе, в первом стихе Говорится о том Да ни го принача, но смисъл е на това, че Сме благословени, че сме в изпитания И да благодарим за всяко изпитание Защото Защото то не довежда до твърдостта А в Петрово се казва, че ще изпаднем в разни изпитания Ако е необходима Тоест, ако си твърдоглав, че имаш изпитание Ако си смеко сръцеш и вървеш по пъти без изпитания А если у тебя сердце мягкое, тогда ты пойдеш по пъти без изпитания Искам да ви кажа, че тая история е описана в 8 главе И до тогава се случиха доста чудеса Всички знаем първото чудо е как водата стана вино В Кана Галилеска Изгони демони от гадаринеца Няма да ги изборявам всичките, що от много време ще отнеме Но учениците бяха свидетели на всичко това И след това заставаш в лодката и казва, ще умираме И после этого они встают в лодки и говорят О, Господь, ми умираем И он говорит, где ваша вера? Я бы тоже так сказал В днешне времена Если кто-то тебе скажет, что через 5 минут я умру Я ему скажу Аллилуйя Потому что если я умру, через один миг я уже увижу Исуса Я не говорю о том, что я хочу умереть сейчас Я счастлива и хочу еще пожить Но в момента, в който Бог решит, что трябва да ми вземи живота А я скажу Благодарите и уйдем То я скажу Спасибо тебе, я возвращаюсь домой И с чистой совестью Да, у меня тоже есть испытания Не е лесно да живееш на този свят И не просто жить в этом мире Борим се с двойните цени навънка Мы боримся с повышенными ценами Да, с нещата, които се случили в живота С вещами, которые происходят в нашей жизни Но няма невозможни неща Но нет невозможных вещей Само искам да кажу, че в четвъртък трябваше да ми на преглед И се струпаха няколко вещах, които трябваше да платя Пройти диагностику И на меня звалились очень много всяких вещей дел И сумма на лечение Тала очень большая И в сердце начала подниматься моя плоть И говорить Сколько еще мне надо платить? Сколько расходов? Все-таки я на работе Я не бизнесмен Няма изобилие от Нет, прям изобилие каковата В банковата сметка, знаете На банковском счету И обаче Господ колко е верен Но Господ е очень верен Още на следващия ден Извези работа, друга работа, трета работа Появила си работа, еще одна работа и друга работа И се появиха повече средства от колкото трябваше да даме И у меня появились и други средства Необходимо и мне И аз се засрамих и казах Прости ме, че без ръптах И мне стало стыдно и я сказала Прости, что я ръптал В словото се казва Първо търсете Божието царство И всичко останало ще ви се прибави А все остальное приложится И хочу сказать, что и я несъвершен И я съм човек И мне не има болят същите болки, както и вас И тоже у меня есть какие-то болезни Даже малко повече, сигурно Защото съм на 65 Благодаря на Бог за това Обще съм на крака И благодаря за децата, които имам Мне, что я против успеха Против изобилия Это не так, потому что Господь, так же, как сказал пастор Он дает нам все новое, обновляет нас У меня новые обувки У меня новые обувки Если вы не заметили Шучу Я сделаю ничто новых У меня тоже есть что-то новенькое Хочу похвастаться Нужен можно порадоваться Благодаря Бог, че скоро ребят И спасибо Господу, потому что я давно ничего не покупал себе И сказал, что в воскресенье мне нужна новая обувь, чтобы пойти в церковь И Господь удовлетворяет все наши нужды И понякога се расплакну И иногда мне хочется заплакать от этого Като си помисля колко сме недоволни Кога я думаю о том, какие ме недоволни Кога ме ръптаем, жалуемся И недоволни от всичко това, което получаваме И недоволни И за всего, что ме получаем По начин, по който се мъчим Потому что ме не получаем Говоря за това с плотта, когато правиш нещо Когато искаш да работиш И в субботу, и в неделю, и да изкараш и третя смена, и петя смена Аз не верю в это Я верю в благословение Аз верю в то, что когда я пойду на работу Бог ма благослави и ма праща през специалните хора Първо да си платят това, което свършвам И след това да им кажа за Бог И да бъда присъствие на Неговия мир Хочу подарить им присутствие Его мира Я работаю на себя И когда еду по какому-то заказу Я всегда говорю себе, что Господь, Ты мне послал этих людей И я начинаю молиться за моих клиентов И они мусульмани, или болгари, или разные нации Хочу сказать, что в тюрьме я работаю в основном с цыганами И сейчас у меня появляются клиенты цыганы тоже Это не плохо, конечно, просто они Как да кажа, темперамент им да У них темперамент такой, они такие необычные люди Аз по някога ги наречам византийците, извиням, филистинците на България Потому что иногда они реально как филистинцы, но не все И сега благодаря на Бог, че има фирми, които произвеждат фирми, и гучи, и имитации И те обичат такива възгали неща И си ги поручат, и я с тебе ми ги сгубя Такие дорогие бренде И они заказывают, и я делаю как бы имитации эти Защо указвам всичко това? Почему я говорил? Наистина трябва да осъзнаем, че Бог не праща с цел Потому что мы должны и правда осъзнать то, что Господь отправляет нас с какой-то целью И мы должны быть солью и светом И когда мы идем куда-то Въпреки устоятельствата Несмотря на все обстоятельства Мы должны улыбаться И показать Божий мир И это не просто И это Божия любовь Это когда на тебя наругаются, а ты скажешь спасибо Когда тебе обматерят и ты скажешь, я тебя люблю И така, да, така, знаете, о чем я говорю Когда тебе покажут палец на дороге, а ты скажешь, я тебе благославляю Хотя мне не всегда такое происходит Поэтому мы здесь, чтобы становиться совершеннее И блаженны са тези, които първи си отиват Последните штанат първи, не ли, знаете? Блаженны те, кто первые уходят Да, уходят И последние станут первыми Понякога ма питат, защо млади хора си отиват от този свят Иногда меня спрашивают, почему молодые люди уходят с этого мира Я не Бог, мне нет ответа Но в сердце я чувствую, что эти люди Са били готовы к Божьему царству Или пък ги е предпазил от нещо, което ще се случи И те ще излязат от Божието царство И они вышли бы из Божьего царства Искам да насочам мисълта ви на края И я хочу вашу мысль так Какво е Божието царство? Хочу спросить вас, что такое Божието царство? Божието царство живее вътре в нас Божието царство живет внутри нас Потому что когда мы каем, мы принимаем Святого Духа и Христа в наши сердца И они строят свой дом в наших сердцах И тези временни жилища И эти временни наши дома Някои сияят, понеже ги обичат, обаче други остаряват И трябва да ви кажа, че Който не се родил, той не се отиша от това земя И хочу сказать, что тот, кто не родился, тот не может уйти с этого мира Но важното е да приготвим палатките си Важно подготовить наши палатки Извинявам се, вътре душите в палатките си Души в наших палатках За да могат те да застанат пред Бог един ден Чтобы они смогли предстать пред Богом И да влязат в Божието царство В какой-то день и войти в Божието царство Христос дойди на креста И Христос Проляк кръвта си Пошел на крест и Он пролил свою кровь И не примири с Бог И Он примирил нас с Богом Искам да ви кажа една история за Рон Уайлди Я хочу вам рассказать одну историю о Рон Уайлди Това е американский вярващ Это один американский верующий Не Как скажешь Не археолога Който изучава Археолог мая Не знам думата Но Дори да сбръкам простите ми Това е човекът, който открива Първите три големи неща в еврейската история Это човек, който открил Первые три важные такие вещи в еврейска история Это Ноевий ковчег Откъде минават евреите през Червяното море И това са с доказательства И има ги в интернет Пишете Рон Уайлди И последното, което ме докосне И последняя вещь, которая меня къснулась Божия ковчег Это Божий ковчег И взимал чопля кръв Едно петанцет Кого той тогава не знал, че е кръв И там было такое пятно Он тогава не знал, что это кровь Дала го в Изследователска лаборатория Он дал этот кусочек в лабораторию И накратко не искам да съм дала И коротко Искам да ви кажа, че Тук има лекар И може би ще подтвердить Има 23 хромозома от майката Есть 23 хромозома от мамы А есть от отца А в этой крови был только один хромозом Икс И 23 хромозома от майката Мария Икс После разбира, кое-кое А, един мишки Идин мишки и 23 женских Один мужской и 23 женских И тези хора Там, където исследоват, казват И эти люди, которые исследовали это Они сказали, что это ненормально И это как бы не по-человечески А для нас Божие Это нормально, потому что это совершенно И знаете ли Така Саубедих, че Первый Адам доди Са греши И я убедился, что Первый Адам пришел Он согрешил И у него была грешная кровь И все после него рождаются Как грешниками Второй Адам, который Иисус Христос Адам это человек Второй человек доди Адам И са роди И родился совершенным С чистой кровью Потому что есть только один Единственный хромозом Это от нашего Отца Чистая кровь И он не согрешил И он пролил Свою чистую кровь на кресте И вы все читаете Библию Одно и то же все читаем Когато Иисус Христос был распят Через три часа Са разцепи скалата И кръвта му капеше И тя по кръста Слездаши надолу Знаете, къде е капала? Точно вверху той ковчег 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 И она капала в этот ковчег Который был там под землей Там где был Я когда смотрел на этого человека Его спросили Чья это кровь И он просто плакал И говорил Это кровь вашего Мессия Это живая кровь И хора казали Как можно Кровь, которая умряла Да е жива И люди спросили Как кровь, которая умершая Может быть живой И я хочу вас Нашний день Мой татар Боя татар Как смотивировать Христос е жив и днес Хочу ободрить Что Иисус живой и сегодня Кровь тя моя жива и днес И его кровь живая сегодня И я куси в тая лодчице И лава в гулямата лодка Тогда переходи в большую лодку Ако въобще не си в никой от лодки А если ты вообще ни в какой из лодок Днеската каня да влезеш в една лодка Тогда я тебя приглашаю Полив малката ела Хотя бы в маленькую зайди Канята на гости в лодка Приглашаю тебя в маленькую лодочку В Римляне има два стиха Я искам да ги прочета за край В Римляном есть два стиха Я хочу их прочитать в конце Това е 10 глава, 9 и 10 стих 10 глава, кой стих? 9 и 10 9 и 10 стих Известни аз Трябва да ги задаме же само Защото ако изповедаш С устата си, че Иисус е Господ Ибо если устами твоими будеш Исповедовать Иисуса Господом И поверваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите И сердцем твоим верува, че Бог възкресил его из мертвых То спасешся Защото със сърце верва, човек и се оправдава Потому что сердцем верует к праведности Исуса прави исповед А устами исповедуют И се спасява Ка спасению Тук се казват две неща Трябва да говориш с устта и да исповядаш Иисус за Господ То есть на глас да кажеш пред небето То есть мы должны вслух перед небом Перед ангелами и перед людьми Исповедовать, что Иисус е Господ Я так понимаю этот стих И вторая вещь, что мы должны сердцем веровать Вы скажете, нет, ты не нормальный И мы верим разумом, а не сердцем Но я говорю, что сердцем нужно верить Это преобраз твоей души И Давид говорит И Давид говорит Господь, сердце чистое в мне И дух постоянно обновляет дух в мне Днеска, ако има душа, която още се съмнява Още си мисли Господ, тук ли за мен ли Аз достойен ли съм Моята лодка Не могу ли да я сменя вече с по-голямата лодка Можна ли мне уже поменять мою маленькую лодку на большую Аз така не днеска да влезеш в кораба Я сегодня призываю вас войти в большую лодку Кде находится Иисус Христос Наближава събитието, грабване Приходит, скоро придет събитие Я все чаще и чаще читаю свидетельства об этом И не само свидетельство, словото ни каже, что има белези Не време и час, но белези Что есть какие-то уже знаки о том, что скоро Он придет И те почти са исполнени тези за последното Му время И очень многое уже исполнилось Единствено остава храма да се построи И да се покаже Антихрист Аз даже вярвам, че няма да видим Антихриста И ще си тръгнем преди И я верю, что даже возможно мы не увидим Антихриста И уйдем на небеса перед этим Дай Боже Но не имеет значения, Бог с нами Что бы ни происходило Аз скам да ви кажу, че Бог идва Готови ли сме? Ако имаш сомнение, что не си готов Че нечто раздели от Него Че няма да таза именецка В това состояние, в което се намираш Примири се с Богом И това примирение става с една просто молитва И это примирение происходит через простую молитву И я предлагаю в сердце наше помолиться Да се покаям Разбира се, ние които сме покаяни Конечно, те, которые уже покаялись Тоже можем еще раз произнести это Аз така го правя, поне Потому что я всегда так делаю Так, говори и слово, чтобы мы должны Исповедовать и вярвать в сердце Когда мы исповедуем это молитво Я всегда говорю всем, чтобы в слух ее произносили И у меня там как в армии Господи Иисус, прости мне мои грехи И когда в тюрьме там ребята тихи И я им говорю, чтобы сильнее говорили И тогда мы все громче и громче начинаем говорить Но через это я подбадриваю людей просто к покаянию И хочу попросить вас сегодня, чтобы мы сказали Господи Иисус Господь Иисус Прости мне греховете Прости мне мои грехи Аз съм грешник И осознаю свой грех Приемте сердцето си Я принимаю в своем сердце Тебя как Господа и Спасителя Морайте да запишеш имято ми В книгата на живота И да ме дадеш вечен живот И чтобы ты подарил мне вечную жизнь Аминь Бог даю благослови Пусть Бог благословит вас Спасибо, Эдди Спасибо Я, Эдди, говорил, как он переходил с лодки в лодку Эдди, рассказываешь, как совместила лодка к лодке Мы немножко знаем эту историю Можно я расскажу, да? Мы не знаем тази истории Можно ли, да, я расскажу Эдди в молодости был лучшим барабанщиком В Болгарии В какой-то известной группе Я забыла название Армянин, представьте, да С много амбиций И он рассказывал мне Мы как-то поехали в Россию На одну конференцию И говорит, я не мог понять Чего они радуются Комары кусаются Комарите хапят Мухи жалят Идят какую-то непонятную еду Туалеты ужасные А они радуются Пак те се радуют Берут гитару И взимат гитарата Танцуют И тал ден танцуют И Эдди сказал, я тоже так хочу И я искам така Вернулся И като се върна На тот момент у него были под кроватями полно чемодан денег Все хорошо шло И после того, как он сказал Хочу радоваться И звезднъж Както каза Искам да се радвам Да, Бог видимо стал Господь явно започна да го учи Как радоваться без денег И слава Богу И слава на Бога Как говорят Мы под соли вместе съели Изядохме заедно много сол Да, вместе тоже Он говорит Мне не с кем ходить в тюрьму Той каза Няма с кого да ходя по затвори Пошли Как е проблема Мы там с Ромити танцевали И заедно с Ромити С Турциите танцувах Да Ну весело было Весело Да, пока там Одна история случилась Пока то не все случилось Одна история Я ставила Когда в тюрьму заходишь Нужно Когда ты влизываешь в затвор Телефон оставлять в машине Треба телефона Да се уставишь кулата Ну ребята Они что же там сметливые И те там умчат Все знают работа Да, да И они позвонили моей маме И сказали И те се у бариха на майками Что ваша дочь сбила Машину Кула Да И несите деньги быстренько Но с этим не пари Для выкупа Да Я искупим у затвора Она мне звонит А телефон Не отвечает Потому что он в машине Остался Потому что нельзя в тюрьму Заходить с телефона Ну в общем вот такая вот история И после этого Муж говорит Все, хватит И после этого Мужи мига застигает Да Ну Поэтому Знаете У Господа Для каждого Свой план И Господь за всякий Сима план Из нашей лодки Чтобы мы пересели В лодку Господа И не всегда это Комфорт Для нас За нас Но у Бога для нас Есть всегда Самый лучший план Спасибо Эдди У нас еще свидетельство Одно Мария ездила в Прагу На конференцию И мы попробуем